В скором времени на канале появятся разборы следующих книг. Книга генетика Луиса Кентана Мурти «Люди. По следам наших миграций, приспособлений и поисков компромиссов». В книге представлены самые последние данные науки, отвечающие на следующие вопросы. Сколько тысячелетий сапиенцам? Как давно сапиенцы покинули Африку? Как проходили скрещивания с неандертальцами? Только ли женщины сапиенцев рожали от неандертальцев, или же и неандерталки рожали от сапиенцев? Какие последствия имело скрещивание для здоровья сапиенцев? И многое другое. Книга антрополога Ричарда Ренгама «Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми». Это не просто книга о том, как люди научились готовить пищу, а по-настоящему новаторская работа с рядом интересных гипотез, меняющих привычные представления об эволюции хомо. Ренгам показывает, что именно термическая обработка пищи привела к трансформации хомо хаббелис в хомо эректус, и впоследствии потребление вареной и жареной еды так сильно повлияло на человека, что изменило его организм, направив в ход эволюции по пути увеличения мозга и уменьшения кишечника. Ну а заодно кулинария привела к половому разделению труда и к мужскому господству. Блестящая книга, которую в продаже просто не найти. Ум в движении. Как действие формирует мысль. Книга когнитивного психолога Барбары Тверски раскрывает удивительную связь движения с мышлением. Целью автора является показать, что самые разные виды мышления, включая абстрактное, связаны с действием в пространстве, которое человек производит не только в уме, но и такими органами, как руки, пальцы и глаза. Человек мыслит всем телом. Обдумывание и восприятие информации не только сопровождается движениями разных органов, но эти движения в действительности направляют ход мысли, создают идеальные для нее условия. Жестикуляция облегчает мышление. Безумно интересная книга, которая позволит понять, что размахивать руками не только вредно, но и полезно. Джозеф Хенрик. Самые странные в мире. Как люди Запада обрели психологическое своеобразие и чрезвычайно преуспели. Эта книга – мировой бестселлер, наделавший много шума. В большинстве книжных онлайн-магазинов книга имеет очень высокий рейтинг и восторженные отзывы пользователей. Ее цитируют даже некоторые ученые. Но в действительности эта книга – полная фиаско. Если после нее Джозеф Хенрик продолжит считать себя ученым, это будет трагическая картина. Разбор книги «Самые странные в мире» вероятно будет самым объемным из всех когда-либо выходивших на канале и будет способен посостязаться разве что с критикой марксиста Владимира Фридмана и идеей Энгельса. В книге Хенрика столько неадекватных предположений и выводов, что критика вынуждена быть очень обстоятельной. Основная идея Хенрика, будто именно моногамный брак, который насаждала католическая церковь, привел к особой психологии людей Запада и заодно вывел в мировые лидеры по уровню демократии и экономического развития, настолько нелепо, насколько это только можно представить. И данные науки совсем не на стороне Хенрика. Ошибок и несуразности в книге так много, что составить их полный список сможет только полноценная комиссия специалистов самых разных отраслей. В нашем разборе будет приведен хоть и большой перечень этих ошибок, но все же далеко не исчерпывающий. Разборы этой книги появятся позже всего, так как потребуют долгой работы. Кстати, помимо разбора книг появилась идея делать саммари, то есть краткий пересказ книг по главам и выкладывать эти саммари на каком-нибудь интернет-ресурсе. Подписчикам может быть интересно и удобно ознакомиться с любой книгой в кратком изложении. В общем, готовьтесь к новым выпускам, будет много интересного.